Девушки отдыхают Кому Никита решил признаться в своих чувствах? Когда на сцену выходят наши участницы, зрители хватаются за сердце Так что пока мы берем интервью, у вас есть время сходить за валидовом И не говорите потом, что мы не предупреждали Как тебя зовут? Меня зовут Яна, мне 6 лет Яночка, расскажи, пожалуйста, чем ты увлекаешься? Я занимаюсь акробатикой, рисованием, английским языком И всем сразу, и все успеваешь? Да, успеваю, и мне это очень нравится Яна, ну давай поговорим про акробатику Скажи, давно ли ты занимаешься? Да, давно, 2 года И мне там очень нравится Я даже не собираюсь ее бросать Ян, а кто тебе помогает? Ходишь ли ты одна на занятия? Или, может быть, тебе помогает папа или мама? Нет, со мной ходит мама Но я не расслабляюсь Я тоже помогаю Я делаю махи, когда надо принять усилия Скажи, ты уже выступала на большой сцене? Да, выступала И мне там очень нравится Ну, раз тебе там очень нравится Предлагаю тебе пойти на нашу сцену Пойдем? Поддержать Яну на выступление приехал ее друг и коллега по студии Даниил Я испарюсь, убегу, лечу словно птица Буду к тебе приходить, я тебе буду сниться Будешь меня вспоминать, ты лишь ласковым словом Только с тобою мы больше не встретимся Снова Опадет листва И выпадет снег Грустные слова Тебя рядом Нет Пойдем Я смою дожди Это все А ты меня Жди Пойдем Я смою дожди Это все А ты меня Жди 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 Лилия Анатольевна, а как в Ваши руки попала Яна? Ох, Яночка у нас занимается студией Акробатика Данс. И она попала у нас через коллектив «Папа, мама и дитя». Ее мама – активный участник этой студии. И таких родителей у меня множество. Не могу не спросить, глядя на выступление Яны, насколько безопасны эти занятия? Абсолютно безопасны. Опять-таки я делаю акцент на родителей. У каждого родителя ребеночек в его руках. И родители развиваются. И детишек они, представляете, как крепко держат. И получают дополнительное образование. И, естественно, стимуляция здорового образа жизни. Потому что родители полностью поглощены успехами своих детишек. И, естественно, амбиции взрослых и детей заставляют конкурировать. И безопасность точно стопроцентная, потому что детки в собственных руках родителей. Яночка, тебе мы дарим наш сертификат на посещение соляной пещеры. Будущие звезды обязательно должны быть здоровы. Вот такую игру, чтобы и с коллективом, и дома с родителями играла. Ну, а вам и Яночке в первую очередь дипломы победителей нашего телепроекта. Держи, Ян, это твой. И твоему главному помощнику. Большое вам спасибо, что вы не оставили без внимания таких талантливых детей. Шахматы – игра королей. И, несмотря на то, что игра эта очень сложная, наш следующий гость уже ее освоил. Как тебя зовут? Костя. Костя, расскажи, когда ты сыграл свою первую партию? Я сыграл ее, когда пришел на шахматы. Кто с тобой занимается, с кем ты дома играешь? Я играю дома с мамой, с папой, с дедушкой. Могу даже и с бабушкой. А со мной занимается Игорь Моисеевич. А во что ты еще любишь играть? В шашки, в поддавки, в уголки. А какие-нибудь догонячки, салки, прятки? Играю вот. Скажи, сколько побед ты уже одержал? Так вот, как думаешь? Ну, я победила у мамы два раза. А у Игоря Моисеевича? Уже один раз. Ну что ж, я предлагаю тебе пойти на сцену и сыграть с нашим таинственным гостем. Костя пообещал, что кто бы ни стал его оппонентом по игре, поблажек не будет. Сыграть партию с юным шахматистом мы пригласили главу города Ликинодулева Михаила Константиновича Илюкина. Шахматы – это особый мир. И, конечно, этот мир, он завораживает любого человека, который в него окунулся. Если человек в молодом возрасте хочет напрягать свой разум, то интересно. Если он не хочет напрягать, а хочет каких-то игр других, либо связанных с подвижностью физической, либо более простых, но для умственного развития, это стрелялки там разного рода, да, конечно, в этом случае он выбирает более легкий путь. Шахматы более сложные. Потому что здесь надо постоянно думать. Причем, чем взрослее, тем больше приходится думать. Так как шахматы, они фактически не в природе как таковых фигур или каких-то элементов с таким движением нет. Это абстракции, которые придумали. И плюс еще надо мыслить, как они ходят. И поэтому это очень сложная игра, и молодежи, ну, я бы сказал так, вот такого повального влечения, наверное, не будет. И уже нету. Может быть, если в школах начать развивать такое, может быть, и понять, какая-то плеяда, и будет это интересно. Вот. А так, конечно, если брать нашу страну, то на самом деле, вот мы бума такого не видим. Раньше было интересно то, что один человек побежал к другому, и машина побеждала. А сейчас, в принципе, машина столько считает вариантов. То есть считалось, что для логики это нереальная игра. Да, вернее, для машины нереально, потому что не хватало, ну, считалось, что машину никогда человек не обыграет. В итоге машина просто считает больше вариантов, и, естественно, игра потеряла свою привлекательность в какой-то мере. Хотя, я считаю, для развития мышления, особенно логического, ну, это одна из лучших, наверное, возможностей ребенка и для его какой-то самодисциплины, и еще для того, чтобы он понимал свою ответственность, свои действия. Ведь он садится за доску. Вот когда в командной игре, один, допустим, похуже играет, другой получше. А когда мы играем в шахматы, то каждый сам хозяин своих фигур и своей судьбы. И каждый ход – это определенная ответственность. И он когда проигрывает, понятно, кого вини, кроме всего, в себе. Потому что тут никого. Субтитры создавал DimaTorzok Михаил Константинович, ну, как вам оппонент? Интересный для возраста, в котором оппонент находится, Костик, интересная игра, фигуры. Всех надо делать правильно практически. А вот, и есть понимание все-таки какой-то системы шахмата. Я так понимаю, у нас дружеская ничья? Да, Костик, ничья. Только заходить некуда. Екатерина, почему именно шахматы, игра королей? Ну, он сам захотел, сам выбрал. Сказал, хочу играть в шахматы. Кто с ним дома занимается? В основном дедушка, иногда папа, иногда я, но я играть не умею, он меня научил немножко. Кто выигрывает? Ну, по-разному. У меня он выигрывает. А как-то планируете в дальнейшем развивать? Может быть, станет педагогом по шахматам? Или у вас какие-то другие планы? Ну, вообще, у нас много разных занятий. Мы и хоккеем занимаемся, и танцами. Ну, вот, а шахматами, не знаю, как получится. Жизнь покажет. Екатерина, а где занимаетесь? Детский центр «Сема». Игорь Моисеевич учит нас играть в шахматы. Костя, большое спасибо, что пришел нам на проект, что не постеснялся. Мы дарим тебе вот такой сертификат на посещение соляной пещеры, чтобы обязательно был здоровым. Отдаем маме. И вот такую игру от нашего спонсора, компании «Мосигра», чтобы не только в шахматы играть, но и в другие интересные игры. Спасибо. Ну, и обязательный подарок – это наш диплом победителя телепроекта. Спасибо большое. Этот участник очень любит исполнять военные песни. Но еще нам рассказали по секрету, что он безнадежно влюблен. Давайте с ним знакомиться. Как тебя зовут? Никита. Никита, расскажи, кто она? Алена. Что в ней такого особенного? Что она красивая. Она уже знает, что ты в нее влюблен? Да. А за что ты ее полюбил, помимо того, что она красивая? Может быть, она еще и умная? Потому что ей 60 лет. Расскажи, где вы познакомились? У Наташи. Никита, а ты уже планируешь жениться на Алене? Угу. То есть у других девочек уже нет никаких шансов? Да. А как ты добиваешься ее расположения? Цветы дарил. Какие цветы дарил? Розовые. Ну, я думаю, на самом деле мужчинам есть у тебя чему поучиться. Скажи, ну ты точно-точно определился? Да. Ну что ж, Алена, счастливица наша. Пойдем, наш юный артист исполни для тебя свою серенаду. Для Никиты это выступление – двойной подвиг. Накануне вечером он заболел и всю ночь провел без сна. Тем не менее, сегодня он решил выйти на сцену. Расцвета и яблони грузы По пульви туман над рекой Выходила на берег Алена На высокий берег на крутой Выходила, песню заводила Про степного синего орла Про того, которого любила Про того, чего письма берегла Про того, которого любила Про того, чего письма берегла Сторони Никиты не прошли даром. Аленка подарок оценила. Дарья, расскажите, как относитесь к увлечению сына? Очень положительно. Все, что делает мой сын, Все вызывает у меня любовь и радость. Он любвеобильный парень или Алена – это действительно любовь всей жизни? Ну, я думаю, что Аленочка у нас любовь всей его жизни. Какие занятия посещаете? Вообще, как развиваете малыши? Мы пытаемся уделять больше времени спорту. Стараемся развить Никитку в карате. Поем песни. И больше дома, больше семьи. Как думаете, кем станет? Есть уже планы? Конечно же, президентом. Ну что ж, будущему президенту мы дарим сертификат на посещение соляной пещеры, чтобы он обязательно был в первую очередь здоров. Давай, держи. Вот такую игру, чтобы и с мамой, и с девчонками всегда играл и одерживал победу от компании «Мосигра». Ну и маме отдаем диплом победителя нашего телепроекта. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо, Мария. Очень приятно. На сегодня это все. Мы благодарим стилиста и визажиста нашего телепроекта Марину Демину, а также модельера Дарью Звягину. Центру «Спутник» выражаем благодарность за помощь в организации съемок. Если вы тоже хотите стать участником нашего телепроекта, пишите и звоните нам. Спасибо. 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 . Спасибо.